С обновлением графического рендера и ввода физики разработчики преобразили 10 старых карт и пообещали, что в скором времени будут переделаны оставшиеся. Прошло немного времени и вот перед нами обновление 8.1, в котором было доработано четыре карты — Провинция, Эль-Халуф, Хребет Дракона и Монастырь. Давайте подробнее поговорим об этих изменениях. Хребет Дракона, которые ранее исключили из списка карт для сражений, сейчас снова вернули в игру. Заметным дополнением на этой территории стал абсолютно новый участок по 8 и 9 линии. Там, где раньше была бездонная пропасть, сейчас своеобразные ущелья с хижинами. Спуститься сюда вы сможете по тропам у баз и посередине. Здесь вы можете встретить как средние танки, так и тяжелые. Это новое место ведение сражения снижает накал борьбы в деревне по центру карты. В остальном Хребет Дракона претерпел незначительные изменения и на геймплей гораздо больше повлиял ввод физики. Теперь вы сможете спускаться по каскадам рисовых полей и развивать большие скорости на спусках. Помимо изменений в структуре карты, был преобразован и ее внешний вид. Все элементы — освещение, ландшафт, хижины — теперь выполнены в восточном стиле. Хребет Дракона стал куда более детализирован, и все это для того, чтобы танкисты могли наслаждаться игрой. Следующей переработанной картой стала Провинция. Она очень сильно преобразилась в визуальном плане. Ее склоны стали яркими и заметными за счет насыщенных цветов. Поверхность покрыли травой, и теперь вместо коричнево-желтой массы мы получили приятные глазу травяные луга. Таких косметических изменений много, и все они сделали Солнечную провинцию намного лучше. Еще одно нововведение — ярко выраженный экран местности. Появилось множество небольших ям и ухабов. Так, вместо гладкой поверхности мы получили реалистичный ландшафт, который сильно осложняет движение танка, но зачастую позволяет спрятать уязвимые места. Заводь вместо пологих склонов получила неровный скалистый рельеф, а в противоположном углу появилась горка, за которой игроки могут прятаться. Других действительно больших структурных изменений не произошло, и это означает, что пред нами старая добрая провинция, только гораздо приятнее на глаз. Теперь предлагаем вам перенестись в знойный и пустынный Эль-Халуф. С первого взгляда можно заметить, что рельеф претерпел значительные изменения. Сильно поменялся спуск на равнину между базами, он стал круче и ухабистее. Со стороны верхней базы появился даже промежуточный ярус, с которого можно уверенно ввести огонь. Немного изменился и серпантин. Теперь вместо спокойного проезда по дорожке можно резво спуститься с крутого склона напрямик. Однако стоит быть осторожным, потому как ухабистый рельеф легко оставит вас без гусениц. С того же серпантина можно безопаснее и удобнее спускаться в лагуну, которая тоже очень сильно изменилась. Она стала глубже. Так что, оставшись без гусениц на дне, вы можете утонуть. Если раньше со стороны верхней базы был крутой склон, то теперь ландшафт стал более пологий и в этом месте можно безопасно спуститься. Необходимо сказать и о высохшем русле реки. Оно покрылось растительностью по краям и стало глубже. Это дает игрокам возможность скрытого перемещения. Сильно поменялось любимое место столкновения тяжелых танков в левой верхней части карты. Теперь простаивать техника в этих местах не сможет, поскольку обороняющим гору будет затруднительно скрыться от артиллерии, а штурмующие, наоборот, получат хорошее укрытие. Если говорить о графических изменениях, то теперь перед нами серый пейзаж. На карте Эль-Халуф больше нет яркого солнца. Мы отметили самое значимое преобразование, но в целом рельеф стал гораздо сложнее. Каждая горка, ухаб или впадина поменяли свой вид. Гладких участков практически не осталось. Все это привносит существенные изменения в тактику ведения боя на карте. Последней картой, о которой мы будем говорить в нашем обзоре, стал монастырь, и его территория претерпела, пожалуй, самое значительное изменение. С обновлением игрокам стали доступны новые возможности. Но обо всем по порядку. Как только вы попадете в бой на монастырь, то сразу заметите измененный рельеф. Теперь перед нами преимущественно неровная поверхность. С нижней базы подъем в ухо обзавелся крупными камнями и растительностью, полка стала больше. Но из-за внесенных изменений нам стало сложнее вести огонь по захватчикам, ведь половина закрыта. Если же вы захотите спуститься напрямую вниз, то советуем прежде хорошенько подумать, потому как под нами глубокое озеро, и скорее всего вы там утонете. Двигаемся дальше по уху и замечаем, что благодаря объемным скалам весь маршрут стал безопаснее. Полки обильно покрылись растительностью, а это значит, что теперь, проезжая там, вы не будете засвечены из города. Здесь же появилась тропа, которая позволит быстро переместиться из верхней части уха в нижнюю. Полка верхней базы с обеих сторон обросла скалами, половина базы оказалась закрыта камнями и теперь не простреливается. Перемещаемся в кишку и обращаем внимание на то, что вместо бездонной пропасти появилась река. С обновлением на месте столкновения тяжелых танков стало возможным по мелководью обойти недруга или выбраться через центр кишки. Раньше здесь была дорога в один конец, теперь тропа изобилует тактическими возможностями. Сам монастырь и его центральная часть практически не поменялись. Появились новые тропы и проезды между домами, но эти изменения незначительны по сравнению с остальной частью. В целом карта монастырь теперь совсем другая, нежели была раньше, и надеемся, она придется вам по вкусу. Итак, разработчики переделали для нас еще четыре карты. И это действительно масштабное преобразование. В будущем обновлении нас ждет очередная переработка еще четырех карт, а сейчас предлагаем насладиться новыми пейзажами и физикой на этих территориях. Удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok